Дорожное радио представляет Вместе за безопасность Программа для водителей, пешеходов и пассажиров Дорожное радио вместе в пути Сегодня суббота, утро Меня зовут Никита Леонов Вместе за безопасность Это наше ток-шоу В нем мы обсуждаем вопросы, которые волнуют абсолютно всех Участников дорожного движения И автомобилистов, и пассажиров, и пешеходов Всех-всех-всех Сегодня мы выбрали интересную тему для разговора Как всегда, собственно Совершенствование системы регистрации Транспортных средств в Российской Федерации Вот так звучит наша тема И для этого редакция Дорожного радио заручилась Экспертной поддержкой У нас в гостях сегодня начальник управления Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Роман Сергеевич Мишуров Здравствуйте Здравствуйте Федеральный закон о регистрации транспортных средств Он достаточно молод, насколько я понимаю, да? Да Вот его положение вступили в силу не так давно С 1 января 2019 года Насколько с введением этого закона Изменилась система регистрации транспорта в стране? Ну, с введением закона Система регистрации Претерпела такие серьезные изменения Которые были направлены В первую очередь На оптимизацию тех процедур Которые у нас были И на максимальное удобство гражданам С точки зрения получения имя Услуга по регистрации автомобилей В первую очередь это связано Как бы скажем так Основные три нововведения Которые были связаны с данным законом Это участие в процессе регистрации Специализированных организаций Так называемых Автосалонов Автосалонов, грубо говоря, да Значит, нанесение дополнительной маркировки На автомобили, которые На которых она уничтожена В результате преступных действий Или коррозии Или дорожный транспорт Происшествий И введение процедур Присвоения госрек номера То есть, если раньше Мы всегда получали знаки Как пластины железные в ГАИ Все получали всегда То с введением закона Была введена процедура Присвоения госрек номера То есть, это буквально-цифровое обозначение И уже здесь гражданин Исходя из, скажем так Своего желания И определенных условий Имеет право выбирать Либо он получает присвоенный номер Идет его изготавливать сам У соответствующей организации Либо он получает Вот эту пластину по старинке В ГАИ То есть, ГАИ все-таки делает номера ГАИ выдает номерные знаки Да, как и раньше Только здесь просто Скажем так Ряд условий Был введен Постановлением правительства Уже в дальнейшем Это связано с Обеспечением Привязки кода региона Владельца автомобиля То есть, региона, где он зарегистрирован К коду региона Знака, который получает он На свой автомобиль То есть, грубо говоря Если так на пальцах объяснять Значит, допустим Житель Москвы Регистрируя автомашину В любом подразделении Российской Федерации У нас этот принцип остался То есть, любой гражданин Может в любом нашем подразделении Получить любую услугу Так вот, регистрируя машину Житель Москвы Допустим В подразделении Там, ну Калужской области ГАИ Он получит как раз Присвоенный Так называемый Виртуальный номер С кодом региона Москвы Изготовит его И на его машине Будет код региона Москвы Если он регистрирует машину В Москве И хочет То он может получить Пластину московскую В московском подразделении Поскольку мы понимаем Что наши подразделения Имеют вот эти вот Знаки Так, железные С теми кодами Тех субъектов В которых они располагаются То есть, в Москве Московские В Калуге В Калужске В Московской области В Московской области Знаки Роман Сергеевич Мы так увлеклись беседой Я не представил Дарью Долинскую Это корреспондент Дорожного радио Отвечает она у нас За соцсети Да и вообще За все коммуникации Давайте ее послушаем Доброе утро Для начала напомню Что обсуждать Тему программы Можно в официальных группах Дорожного радио Во Вконтакте И в Фейсбук Также можно позвонить К нам в студию И задать свои вопросы По номеру 8495-620-3770 Ну и помимо прочего Для слушателей Мы подготовили опрос Он звучит так Каким способом Вы предпочитаете Записываться на прием В МРЭО Межрайонный Регистрационно-экзаменационный отдел Вариант номер один Записываюсь через портал Госуслуг Очень удобно И вариант номер два Приезжаю на место И лично обращаюсь В подразделение Обсудить наш опрос Можно в WhatsApp По номеру 8909-907-1544 Давайте еще немного Про номерные знаки Значит теперь Вот Кто их изготавливает Если не ГИБДД Ну ГИБДД никогда Их раньше не изготавливали Вдавало Просто раньше Да их выдавали Соответственно ГИБДД закупало Эти знаки Сейчас же У нас Как и раньше Допустим Если человек В процессе эксплуатации Водитель В процессе эксплуатации Автомобиля Его знак приходил Там В какое-то там Нехорошее состояние Он терял его Грубо говоря То он мог пойти Изготовить дубликаты знаков У тех организаций Которые имели Соответствующее разрешение На вот эту деятельность Сейчас С введением закона Стало обязательным Не просто наличие разрешения А еще и наличие Данных организаций В соответствующем реестре Который ведется И который можно посмотреть Любой гражданин Может его посмотреть На сайте Госавтоинспекции ГИБДД.ру Там есть перечень организаций Видно Какие типы знаков Они могут изготавливать И соответственно Получив Свидетельство о регистрации Вот Если знак был присвоен Но не выдан Наш Владелец Может обратиться В любую из этих организаций Где ему изготовят Его знаки Которые указаны У него в действие Регистрации В этом году Вступил в силу Новый ГОСТ Насколько я помню Там вот на мотоциклы Можно какие-то Оригинальные знаки Да и на машины тоже Расскажите подробнее об этом Да Был введен новый ГОСТ Более того В этот ГОСТ Уже были внесены Сейчас изменения Которые связаны с тем Что владельцы мотоциклов Правильно вы говорите Могут Воспользоваться Процедурой Изготовления знака Более уменьшенного размера То есть тот знак Который выдается В Госавтоинспекции Если конструктивно Он трудно крепится на мотоцикл Поскольку там разные бывают Конструкции Крепления знака Он может изготовить Уменьшенного размера Такой знак Который ГОСТом предусмотрен И никаких Не является нарушением Потому что раньше Мы фиксировали такие моменты Что люди пытались Изготовить знаки Там чуть уменьшить Там погнуть Еще что-то Конечно было неудобно Как мотовладельцам Так и Конечно же Сотрудникам Которые надзирают С дорожным движением Сейчас это Скажем так В этот момент устранен И можно изготовить Знак меньшего размера Более того Этим же ГОСТом Были введены Была введена возможность Мы знаем У нас есть И американские автомобили Эксплуатируются В стране И японские автомобили У которых крепление знака Заднего отличается Сильно отличается Да Он имеет такие же Скажем так Практически квадратные размеры Прямоугольничек И соответственно ГОСТ опять же Разрешает Владельцам данных автомобилей Здесь как бы четко прописано Конструктивные особенности Которых Не имеют возможности Заместить нормальный знак Использовать как раз Вот эти знаки Изготавливать И размещать такие вот знаки Маленькие прямоугольные Которые также считаются Раньше там кто во что Гораз был Раньше ставили Различные переходники Кто-то их там загинал Опять же Это было неудобно И опять же Создавало определенные проблемы При идентификации При надзоре с дорожным движением Сейчас это как бы Опять же устранено Пожалуйста Если конструкция автомобиля Такова Что знак обычно Разместить нельзя Сзади Как бы здесь хотел бы Я отметить еще раз У нас бывают вопросы Да могу или спереди Поставить такой знак Вот спереди его ставить Нельзя только сзади Потому что спереди Все автомобили имеют Стандартные крепления Проблемы разместить знак Обычно там нет Вместе за безопасность Если автомобиль Допустим Простаивает Тоже такой старенький автомобиль Продавать жалко его Ну стоит себе и стоит Но в то же время Хочется снять с учета Чтобы не платить налог Вот возможно это или нет Законом предусмотрены Процедуры Прекращения Регистрации автомобиля На основании заявления У владельца То есть это некое У нас сейчас Опять же С первого января Введено Введено понятие Государственного реестр Транспортных средств И все автомобили Которые по состоянию На первого января 19-го года Были на учете Они попали в этот Государственный реестр Транспортных средств И как раз Вот прекращение регистрации Это скажем так Некое приостановление Вот этой записи В госреестре И в дальнейшем Владелец имеет Возможность Возобновить этот учет Соответственно И опять же Получить допуск Участие в дорожном движении Поскольку наличие Записи в реестре Как раз является Одним из оснований допуска Если машина снята С учета То налог я уже не плачу Условно говоря Так или нет? Конечно Потому что обмен С налоговой службой Как бы У нас построен В электронном виде Как только Машина У нас Снимается с учета Прекращается регистрация Соответствующая информация В налоговую службу поступает И Налог за этот период Не начисляется Мы должны понимать Что и управлять автомобилем И ездить на нем В этот период нельзя Поскольку это уже будет Образовывать состав Правонарушения административного Скажем так Санкции за которые Я думаю перебьет За определенный промежуток времени Перебьет весь налог Который человек мог За это время заплатить А вот например Я продал свою машину В этом году Но Новый владелец Не спешит ставить ее на учет Я слышал Что в автоматическом режиме Это все Хотели сделать Чтобы происходило Ну скажем так Это не совсем В автоматическом режиме Это сделали Действительно сделали Но Это связано с тем Что уже Вот в данной ситуации Именно Наш автовладелец Который Бывший собственник Который как раз Продал автомашину И нет обязанности Ему уже приходить В госавтоинспекцию Чтобы провести это действие На сайте госуслуг На сайте госуслуг По истечению 10 дней С момента продажи Может Наш автовладелец Зайдя под свою Учетную запись Когда он подтвердил Свою личность В достережном центре То есть его паспорт Был представлен Ну скажем так Самый распространенный В достережном центре Это МФЦ у нас сейчас Когда он в МФЦ Подтвердил свою запись Получил скажем так Максимальные права На портале Он может продать В отношении Принадлежащего ему Автомашины Заявление на прекращение Регистрации В связи с продажей Приложить скан Копию договора Купли-продажи И данное заявление Поступает В одно из наших подразделений И наши сотрудники Не общаясь Скажем так Непосредственно с заявителем Проводят действия И получается обратная связь Человек получает Информацию о том Что учет его машины Прекращен Вопрос от любителей Старых таких Раритетных машин Бывают Которые хорошо там Выглядят Это бывает, которые очень плохо Ржавчина И там не везен ВИН-номер Вот как-то можно Перерегистрироваться И сделать новый ВИН Для старой такой Ржавой машины Опять же Дополнительная маркировка Да, вначале сказал Да, у нас Федеральным законом Было введено Понятие Дополнительной маркировки В дальнейшем Постановлению правительства Уже определен порядок Нанесения этой маркировки И как раз В отношении таких автомобилей При производстве Регистрационных действий Если выявляется Что Маркировка транспортного средства Его администрационный номер Изменен Там или уничтожен В результате Коррозии Противоправных действий Как я уже говорил Либо там В результате ДТП Была замена запчасть Принимается решение О возможности Нанесения доп.маркировки Соответственно Испытательная лаборатория Которая Имеет право Наносить эту маркировку Либо завод-изготовитель Там два типа Скажем так Организации Это либо Испытательная лаборатория Которая подтверждает Соответствие Единичных автомобилей Либо Завод-изготовитель Транспортных средств У нас получается С момента Начала действия Закона Уже чуть более Полутора тысяч Автомобилей Имеют такую доп.маркировку Их владельцы Скажем так Легализовали Свои транспортные средства Полностью устранив Потому что мы понимаем Что раньше Это был такой определенный Барьер В первую очередь Психологически Люди которые Даже потом приобретали Эти автомашины Если машина имела Скажем так Некие проблемы С идентифицировкой Своей Только ее цена Сразу же падала Либо вообще Люди не могли продать И как бы Была постоянно Проблема Пытались найти Путь ее решения И здесь Законодатель Как раз предложил Такой вариант Докмаркировки Правительство Уже порядок определило И поэтому Сейчас у нас Проблема с тем Что машина Не идентифицируется Или есть вопросы Она вообще была снята Сразу же Сейчас эта процедура Работает И всем она нравится В этом году Можно зарегистрировать Машину в МФЦ Я правильно говорю? Да? Или нет? Нет Не совсем Тогда расскажите Как происходит Это я слышал Совсем так Действительно Министерство внутренних дел Было подготовлено Были подготовлены изменения Совместная смена Котома развития Как раз Постановление правительства Которое определяет Работу Многофункциональных центров Мы знаем Что Услуга По выдаче Водительского удостоверения Там В замену траченного Это можно Или В замен Там Который у нас В связи с окончанием Срока действия Получение международного водительского Это обязательная услуга Которая Всеми МФЦ В нашей стране представляется Она включена Как раз Постановление правительства В перечень Обязательных услуг С этого же года Была введена Добровольная Скажем так Можно назвать Добровольная Услуга Да Которая позволяет В регионах При наличии Соответственно Волеизъявления Власти Субъекта Российской Федерации И волеизъявления Наших коллег И если есть проблемы С точки зрения Размещения наших подразделений Да Мы понимаем Что Помещений Требуется много Нужны определенные Как бы Хорошие условия Для граждан И если есть такая проблема Связанная с Недостаточностью Помещений Допустим Или их состоянием То вот Скажем так Консолидированными Решениями Можно размещать Подразделения Регистрации То есть Здесь просто Важный момент Что МФЦ Который будет Оказывать эту услугу В нем размещается Наше регистрационное Подразделение То есть Наши сотрудники Размещаются в этом МФЦ Наши сотрудники Работают на площадке Осмотра А сотрудники МФЦ Скажем так Осуществляют Как фронт-офис Прием документов У гражданин То есть Первичное общение С гражданином И все общение С гражданином Идет То есть Сотрудники МФЦ проверяет подборку документов, формирует первоначальное заявление, консультирует гражданина, после этого он идет, если необходимо, проходит осмотр, где наш сотрудник подтверждает идентификацию автомобиля. Все это возвращается обратно в наше подразделение, где уже потом идет окончательное оформление. Сотрудники МФЦ приняли документы, передали нашим сотрудникам, прошло все оформление и гражданину выдали, соответственно, документы регистрационные и, если необходимо, пластины знаков. Сейчас мы знаем, что такие МФЦ, где располагаются эти подразделения, есть в городе Москве, такие подразделения есть в Казани, подразделения, и у нас еще ряд субъектов сейчас как бы высказал желание. То есть пока еще не во всех, но работа идет. Это именно как добровольное, да, вот такая добровольная направлена именно на повышение качества, предоставление услуг гражданам, создание максимально комфортных условий и расширение, скажем так, перечня подразделений, где вот оказываются эти услуги. Я покупаю машину в автосалоне, и теперь я покупаю уже с автомобильными номерами, вот в этом году, с этого года вступил в силу такой закон. Вот уже все, все действует, потому что в феврале этого года я сам купил машину, и, честно говоря, мне номера в автосалоне не выдали. И сказали, что в госавтоинспекции пока еще закрывают на это глаза, а потом началась пандемия и так далее, и так далее. Ну здесь, здесь тоже не совсем так получается ситуация. Вот это, скажем так, право автосалонов и изготовителей транспортных средств участвовать в регистрации автомобилей, это их право. То есть у них нет обязанностей. И те автосалоны, и те изготовители, которые не хотят участвовать по каким-то причинам, но в первую очередь как по экономическим, потому что стоимость услуг, она четко установлена приказом ФАС. Стоимость услуги по регистрации автомобиля через спецорганизацию составляет 500 рублей. И, соответственно, посчитав те затраты, которые необходимы вот этим торгующим организациям, для... не все из них, скажем так, сразу побежали и начали эти услуги предоставлять. Сейчас у нас уже порядка 600 организаций находятся в реестре, которые также опубликованы на нашем сайте госавтоинспекции. И на данный момент около 6000 автомобилей прошли процедуру регистрации. Именно вот как вы сказали, что наш счастливый автовладелец, став обладателем автомашины, пришел и оплатив все, скажем так, стоимость автомобиля и вот эти 500 рублей, пришел забирать автомашину в автосалоне, уже с комплектом документов она была, с прикрученными на соответствующих местах установленных регистрационными знаками, сел и поехал. Поэтому услуга действительно, она развивается, и мы надеемся, что все-таки она и частично разгружает наше подразделение, она частично снимает этот трафик передвижения машин вот между автосалонами и госавтоинспекцией. На самом деле это действительно удобно, и опять же автосалоны до последнего кто-то, даже кто вот сомневался и тянул, мы провели несколько таких больших встреч с руководством ГУДД и представителями вот автосалонов, на которых разъясняли как раз действия законодательства, рассказывали всю процедуру, как она выглядит, что называется, от начала до конца, и после этого, скажем так, вот многие-многие, мы как уже начали смотреть, у нас резко пошел процесс, скажем так, включения в эту регистрационную деятельность. Конечно, это очень удобно. Купил машину и сразу комплект купил, комплект услуг. Да. Вместе за безопасность. Дорожное радио «Вместе в пути». Меня зовут Никита Леонов. Напомню, начальник управления Главного управления Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Роман Сергеевич Мишуров сегодня у нас в гостях, отвечает на наши вопросы. Дарья Долинская, корреспондент Дорожного радио, тоже здесь в студии. Она отвечает за соцсети и за вопросы, и за опросы. Дашь тебе слово. Результат опроса мы подводим. Вопрос был такой, каким способом вы предпочитаете записываться на прием в МРЭУ? Самый популярный ответ «Записываюсь через портал Госуслуг». Очень удобно. Так что у нас очень продвинутые слушатели, надо сказать. На самом деле, я тебе могу сказать, что я тоже через Госуслуги менял в этом году права и через Госуслуги. Очень удобно. Все очень быстро, все по графику. Без очереди. Ну, небольшая очередь, конечно, была, но тем не менее, процедура заняла немного. Я думал, что это растянется там на долгие часы. За три часа я все сделал. Помимо этого, наши слушатели могут дозвониться в студию, задать нам вопрос. Наш номер 8495-620-3770. И есть, кажется, даже первый дозвонившийся. Доброе утро. Доброе утро. Меня зовут Михаил. Я недавно купил автомобиль, и мне не нравится его цвет. Хочется его перекрасить и добавить аэрографию на капот и двери. Вопрос. Надо ли регистрировать авто заново? И если надо, то сколько времени уйдет на эту процедуру? Спасибо. Перекрасил автомобиль. Нужно ли обратно краситься или регистрировать заново? Нет. Здесь проблем никаких нет. Если человек решил поменять цвет автомобиля, это не запрещается. Если автомашина уже стоит на учете, то проводится действие по внесению изменений в регистрированные данные. Здесь обязательно осмотр автомобиля проводится, потому что мы понимаем, что цвет изменен. Соответственно, надо его проверить, подтвердить. И никаких проблем с новой регистрацией абсолютно нет. То есть машина стоит на учете, обратился также, подав заявление, допустим, через единый портал, оплатив государственную пошлину, провел действие, получил новое свидетельство о регистрации, и в наши информационные ресурсы внесена запись о том, что цвет другой. Проблема здесь нет. На наш номер в WhatsApp, номер которого 8-909-907-15-44, прислали голосовое сообщение с вопросом. Давайте послушаем. Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Я хотел бы купить подержанный автомобиль в Краснодаре, а сам живу в Санкт-Петербурге. Если я его куплю, то надо ли мне будет менять код региона в номерном знаке с Краснодарского края на Питерский? Спасибо. Ну, Роман Сергеевич уже, в принципе, говорил сегодня на эту тему. Ну, давайте еще раз ответим нашим слушателям. Да, у нас поставление правительства, которое определяет правила регистрации, четко определено, что код субъекта, который размещен на регистрационном знаке, на регистрационном номере, который присваивается, должен соответствовать коду проживания, коду регистрации владельца транспортного средства. Поэтому, если человек, зарегистрированный в Санкт-Петербурге, постоянно имеющий прописку в Санкт-Петербурге, покупает автомашину с номерами Краснодара, при производстве регистрационного действия, ему придется поменять регистрационный знак на знак Санкт-Петербурга. Спасибо. У нас в гостях сегодня побывал полковник полиции Роман Сергеевич Мишуров за то, что вы помогли нам разобраться в вопросах регистрации транспортных средств. Я скажу честно, процедура уже не выглядит такой сложной. Все достаточно прозрачно и понятно. Ну, а следующее ток-шоу «Вместе за безопасность», которое мы делаем вместе с ГИБДД, выйдет в выходные дни в 9.40 утра. Меня зовут Никита Ленов. Спасибо, Дарья Долинская. Спасибо. Дорожное радио представляет «Вместе за безопасность» Программа для водителей, пешеходов и пассажиров.